Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, юристы, предприниматели Игорь Мэй у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, вот такая ситуация, здесь правительству явно не позавидуешь. Понятно, что экономика буксует очень сильно, и это такая мировая тенденция COVID-19, плюс все проблемы геополитические. Мы знаем, что больше уже Латвия не может рассчитывать в ближайшее время на грузопоток из России, а теперь из Белоруссии тоже. Но остается фактически выживать собственными силами и надеяться на вот эту европейскую финансовую помощь. И вот в связи с этим были коррекции в бюджете. Мы видим, что довольно большой бюджетный дефицит будет, 3,8, давно такого не было. И целый ряд изменений в налогах, которые воспринимаются неоднозначно. Вот мы, может быть, с этого и начнем. Как вам, как предпринимателю, как гражданину Латвии, как вы воспринимаете все те предложения, которые сейчас, сегодня Сейм их отправил на комиссии парламента, на обсуждение? Я так посчитал, наверное, уже это наша десятая передача. За это время, да? За это время на радиоболтком. Какой-то юбилей, да? Да, и, в принципе, наши прогнозы, которые мы высказывали в течение последних лет, они все, к сожалению, сбываются. И я образно, примерно, обозначу ситуацию так. Ну, вы руководитель предприятия, и у вас есть платежи на столе. Ежемесячные, которые ты не можешь не платить, да? Да, то есть, это надо платить пенсионерам, надо платить всем тем, которые зависят от бюджета, это чиновники, это врачи, пожарные, полиция, армия и так далее. Это вся затратная часть. И, конечно, еще надо платить нашим кредиторам и платить 2% от ВВП за оборону. И надо оплачивать те же счета, которые мы вступили все, организации, которые есть ежегодный какой-то платеж. Ну, вот, и у вас эти все счета лежат… И долги. И долги, да. И у вас эти счета лежат на столе. Что вы делаете? Во-первых, есть приоритеты. Да? Какие у нас приоритеты? То есть, кредиторы должны получать свои процентные платежи, как швейцарские часы. Четко, в минуту, в минуту, когда этот момент пришел. Бюджетники, да? Они тоже должны получать свою зарплату в тот день, когда они привыкли. И тогда вопрос. Когда этих денег не хватает? Да? Вопрос. Есть затратная часть, есть та часть, приходная часть. Ну, а как ее можно увеличить, если вот те отрасли, о которых вы говорили, ушли в минус? Только за счет повышения налогов. И это конкретно все время и делается. Иначе никак. Смотрите. Обсуждение повышения кадастровой стоимости. Это налог на недвижимость. Никак не уйдешь от него, правильно? Придется платить, да. Акции из любой, да? Не уйдешь. Не уйдешь, да. Каких-то уже повышения. То есть, обязательные платежи по соц. Ну, как бы стакалованию. Не уйдешь, да. То есть, вот пакет налогов. И чиновники Министерства финансов, они сидят, у них есть Excel-таблица. И они смотрят, вот тут у нас было так, сейчас мы повесим, повышается доходная часть. Значит, мы как-то рассчитаемся. Но это, образно говоря, такое метафизическое мышление. Если посмотреть опять образно, ну, как диалектику этого всего процесса. Они не смотрят ни социальную, ни какие-то, скажем, другие вопросы, да. Которые в каком-то промежутке времени, когда ты все время повышаешь налоги, так или иначе наступят эти последствия. Это эмиграция из страны, если еще куда-то есть что ехать. Это сужение бизнеса, да, и уход предпринимателя уже, в принципе, какой-то более минимальной обороты, чтобы не рисковать всем тем, чем предприниматель может рисковать. Да. Ну, вот мы знаем, что фактически правительство, видимо, решило покончить с режимом микропредприятий. Ну, предлагается оставить только одного человека, как сам владелец. Если у него есть наемные работники, тогда за них он платит, как в обычном СЕР, по полной программе, все налоги. Видимо, много микропредприятий закроется. Я так понимаю, что ждет нас рост безработицы еще большей, да? Абсолютно правы. Даже нечего тут дополнить, добавить. Вот еще такой вопрос. Может быть, на вас не кажется ли вам, что правительство чересчур вообще полагается на вот эти европейское финансирование? Ведь эти деньги еще надо реально получить, они вроде бы обозначены для Латвии, там, называется, 4, больше 4 миллиардов. Из них 2 миллиарда – это гранты, а еще 2 с копейками – это то, что надо будет отдавать в виде кредитов. Я так понимаю, что выяснилось, что у нас даже нет пока еще проектов таких серьезных, которые могли бы претендовать на это еврофинансирование. Ну, единственная такая стабильная отрасль, которая эти деньги получает – это сельское хозяйство. Ну, скажем так, агропромышленный комплекс. Может быть, они получают меньше, чем там целый ряд других стран. Ну, они получают. Ну, хотя получают субсидии. Да, они получают, и эта отрасль работает. Но я не удивлюсь, если они додумаются, такие слухи есть – это финансирование обложить налогом. Вы представляете? А это интересно. Это ведь большой доход будет сразу вказан. Ну, вы представляете, приходят деньги с Европы, платы и бумаг сами. Да. По-русски переведите быстро. Ну, это, что я так понимаю, фактически за вот эти территории сельскохозяйственные. За гектар. За гектар, так можно сказать. И вам это будет облагаться еще налогом. Так как любые потоки денег, если сделать барьер налоговый, опять те, которые работают в Министерстве финансов, к этой таблице Excel, опять смотрят, а почему нет. Я думаю, они творческие люди, они до сего додумаются. Но опять-таки, они не думают, какие последствия это ставит на все остальное. Да. Вот если мы говорим о бюджете, ну, мы уже видим, что сейчас, фактически, если еще раньше, до этой пандемии, правящая коалиция была настолько фискально, как говорят, дисциплинирована, что любые попытки увеличить бюджетный дефицит выше 1,2-3%, вы воспринимаете штыки и кричаете, что вы, что вы, ни в коем случае не нужно плодить долги. Сейчас 3,8, я так понимаю, что готовы тратить 1,2 млрд больше, чем вообще мы планируем. А сколько мы соберем, еще тоже вопрос большой в связи с пандемией. И я так понимаю, что все-таки принято решение, ну, жить в долг. Ведь рано или поздно все равно это придется отдавать. Ну, значит, они просчитали, что глобальные эти все тенденции такие, что будет какая-то или большая катаклизма, да, как после пожара, и все эти долги, и все, что с этим связано, может сгореть. Потому что я в таком, ну, даже 10-ти годовой перспективе не понимаю, да, как эти долги кто-то сможет отдать. Значит, есть еще возможность правящей коалицией засунуть руку в карман налогоплательщиков, это во-первых, ну, и как-то свои проблемы за эти остальные, остальной период своего созыва решать. Да. Вот что касается вообще бизнеса, с одной стороны, мы понимаем, что вот COVID-19, чтобы это хоть каким-то образом сдерживать пандемию, мы видим каждый день, какая у нас ситуация, все хуже и хуже, нужно вводить членные ограничения. С другой стороны, мы видим, что уже правительство сейчас вынуждено смягчать вот эти вот, скажем так, критерии. Ведь мы помним, что весной было намного меньше заболевших, но была чрезвычайная ситуация. Сейчас правительство медлит, видимо, деньги на пособие и так далее, уже больше нет денег, да? А раз чрезвычайная ситуация, если ввести, то придется платить. Как вам кажется? Я думаю, что мы в ближайшие месяцы такие чудеса еще увидим. Я думаю, тот же конец октября, ноябрь, декабрь. Посмотрим, как закончатся и чем закончатся выборы в Америке. Там интересно. Потому что понятно, что, ну, надо понимать, что многие вещи, которые мы здесь получаем, исходят откуда-то, да? С какого-то центра. Но я все-таки думаю, что он находится в Соединенных Штатах Америки. Это методика и пандемия. Мы можем говорить, это фейк или это серьезно. Насколько это серьезно, сколько это серьезно в Латвии, да? И так далее. Но все, что связано с какими-то пособиями, я думаю, что уже надо начинать думать о себе очень серьезно каждому человеку отдельно, да? Я уже в предыдущей передаче вам говорил, что самая безопасность, наверное, те, которые живут ближе к земле, у которых есть какие-то свои запасы, у которых... Потому что я не говорю, что не будет продуктов в магазинах. Я говорю о том, будет ли деньги, за что их покупать, да? И просто как бы сделать свою жизнь более дешевой, да? Это серьезно, наверное, надо думать каждому, да? Как ограничить свои расходы. Я говорю об индивидуальном уровне. То есть, фактически надеяться на то, что все будет решать государство, уже не стоит, да? Нет. То есть, все только на свои силы надо будет рассчитывать. Я просто советую. Это мой совет. Да. Вот, с одной стороны, мы понимаем, что есть какие-то геополитические события, на которые Латвия, будучи маленькой страной, даже в составе Европейского Союза, повлиять не может. Но есть, наверное, то, на что мы можем повлиять. Вот как вам кажется, насколько как бы прагматичной была позиция Латвии в отношении России, сейчас в отношении Белоруссии, потому что еще до последних выборов в Белоруссии мы знаем, что на сентябрь планировался визит в кои-то веки, визит президента Лукашенко в Латвию. Сейчас он вообще внесен в черный список. Там не только о визите, но и вообще, я так понимаю, что послов отозвали. То есть, ни о каком-либо диалоге мы в ближайшее время вообще не можем говорить. Ну, у нас нет самостоятельной политики. Представьте, ну, если можно позвонить министру, министру иностранных дел, министру обороны, да, министру финансов, ну, особенно министру иностранных дел, он же устраивает все эти визиты, и сказать, что этот дядя к вам не должен приезжать, какие тут экономические интересы, ну, если нет самостоятельной политики. Это ответ. То есть, вы, в принципе, думаете, что это было основной, как бы, побуждающей, не сами мы решили, что нам дальше с Белоруссией не по пути, а все-таки это было какое-то указание, да? Да. Потому что экономика в решениях правительства, она неприоритарна. Это же видно уже несколько лет. Значит, есть люди, у которых все хорошо. Я вообще так подумал, что примерно это полторы тысячи людей в Латвии, которые сделали страну для себя, и которые все делают, чтобы здесь ничего не поменялось до какого-то момента, когда что-то уже такое радикальное случится. Но они до сих пор и так правят. Наверное, это условие, чтобы они были у власти, и именно так вести в себя отношение экономики. Она не главная тема в их распорядке дня. Да. Ну, хорошо. Но ведь как-то же надо будет жить и что-то зарабатывать, если транзита и логистики нет. Что банковский бизнес, ну, в таком состоянии, в котором есть больше надеяться на резидентские деньги, мы не можем, потому что, во-первых, мы их сами выгнали, во-вторых, принято такое законодательство, которое практически исключает вот здесь большой нерезидентский банковский сектор. Что дальше будет происходить? Как же мы будем зарабатывать? Ну, хорошо, вот налоги отдельные повысим. Но я так понимаю, что есть тоже предел правительства, к примеру, сейчас боится браться за подоходный налог и за ПВН. Мы видим, что, видимо, в следующем году все-таки такие вот прямые налоги резко поднимать не будут. Я вижу только один вариант. Это ехать в Европейский центральный банк и просить сюда влияние денег для выживания. Просто вливать деньги. Ну, как Италия. Им же дали там сколько там, огромную сумму. Если можно там вкладывать триллионы финансовый сектор глобально, да, то есть, ну, вот есть маленькая страна, у нас ничего кроме агропромышленного сектора серьезного уже не осталось. Ну, тогда считайте, сколько надо денег, чтобы вот эта часть еще людей, которая здесь осталась, могла выживать, чтобы пенсионеры получили пенсии, чиновники зарплаты и еще те предприниматели, которые остались, продолжали работать. Да. Еще, может быть, такой вопрос, так, чтобы вот эту экономическую тему, вот что касается бюджета, помним, ну, что обещали вот эти новые консерваторы, замечательное такое обещание, уже стало таким хрестоматином 3 по 500. Ну, сейчас, я так понимаю, еще обещаю в 19-м году ничего не было, в 20-м не было, сейчас в 21-м вроде бы обещают, что все-таки минимальная заработная плата, это заложено в бюджетный пакет, все-таки будет 500 евро. Это реально что-то решает? Нет. Потом будет более высокая база налогового обложения. Да, все правильно, потому что есть облагаемый минимум, да, то есть, необлагаемый минимум, это решает что-то, да, если ты можешь там 500 евро где-то в провинции нанимать людей и тебе не надо еще, ну, 80% надбавку, это подоходный и социальный налог платить, то, в принципе, это решает что-то, но поднятие минимальной зарплаты как такого, это опять, как вы правильно сказали, это только, ну, больше налогов надо заплатить. Это фактически все, да? Да. Вот интересно, что уже подсчитано, что в следующем году опять вырастут заработные платы у министров, ненамного, на 4-5%, но я так понимаю, что вы об этом говорили в предыдущих эфиров, что госуправление всегда о себе позаботится, да? Ну, потому что их мало. Ну, в общей-то сфоте. В общей-то сфоте. Их довольно много в УДИНе. Да, вроде бы, да, но чиновников у нас где-то 11 тысяч, если так взять. Именно со статусом чиновников. Со статусом чиновник. Есть еще бюджетники, послужащие. Ну, это уже другие, они не так уж сладко живут. А вот чиновники, вот основная часть, это где-то 11 тысяч. У них все хорошо. У них все хорошо. И чтобы это вот управление оставалось, ну, такое, как оно есть, они должны быть мотивированы, чтобы они остались. Ну, я думаю, что они же не люди, ну, достаточно продвинутые, они же понимают, что они творят, да? Ну, посмотрите, у нас были какие-то заказы на исследование, там дали кому-то, инфектологу, Думпису, да? Да. Госпожа Штейнбук. Да. Там еще кому-то, да? Такие исследования, там, экономика после пандемии, там, такие, ну, каждому там по 600 тысяч. Мне кажется, где-то 8 таких исследований заказало, я уже не помню, которые институции Латвии. 600 тысяч. Ну, слышали, что они там исследовали, что они изучили, каким выводом пришли. Ну, вот, так это какая-то среда, она, я считаю, так покупается, чтобы они вот эту роль все время продолжали, ну, там, играть, которая для них означена. Да. Я вижу, что есть звонки. Привемся буквально пару минут. Игорь Мэй у нас в студии. Не переключайтесь. Добрый день еще раз. Игорь Мэй у нас сегодня в студии. Говорим об экономике, о бизнесе. Подводим итоги недели. Вот Реческая дума, наконец, приступила к работе и даже уже успела решить, ну, почти все кадровые вопросы. Расселись по комитетам, избрали председателей, заместителей. Я так понимаю, что заместители и председатели комитетов уже с следующего года, чего раньше не было, будут получать доплаты. У мэра будет там 5 советников, у вице-мэра по 3 советника. В общем, все в порядке. Вот кадровые вопросы решены. Ну, теперь, конечно, будем ждать, что сделает Реческая дума. Ну, как вам вот эти первые шаги новой Реческой думы? Ну, принято 100 дней все-таки ждать, пока говорить. Да. Но как-то у меня есть такое ощущение, да, что там никто не кинется и решать быстро вопросы мостов, вопросы дорог, советской постройки. Мы слышим каждый месяц какие-то опять ситуации с аварийными домами. Ну, какие-то аварии там происходят. Мне кажется, что я хочу опять ошибиться, что те люди, которые пришли к власти в Речесской думе, они очень далеки в понимании хозяйственных вопросов. Они понимают, как можно сесть на поток бюджетных денег. Они понимают, как приближенных партийцев, там, сделать для них какую-то должность. Ну, может быть, я ошибаюсь, подожду все-таки 100 дней. На следующем эфире мы более подробно уже сможем поговорить насчет нового состава Реческой думы. Вот интересно, что до выборов вы затронули, я помню, вы там даже приходили в эфир, затронули очень важную тему, которая может быть на фоне мостов, дорог и, конечно, сейчас пандемии. Она ушла как бы на второй план, но от этого ведь проблемы никуда не делось. Имеется в виду состояние жилого фонда, который во многих случаях критический, как бы нас кто-то из экспертов не успокаивал. Что с этим делать? Я так понимаю, что все равно сейчас от Реческой думы, которая будет трудиться аж 5 лет, такой созыв будет длинный, придется им решать этот вопрос. Насколько я знаю, поменялось руководство Ригес на Ампар Валдникс. Да, там новое правление, появился совет. Это такой, есть инструмент у Реческой думы, да. То есть это такой позитивный момент хотя бы, да? Ну, посмотрим, да? Да, посмотрим. Потому что это самый большой игрок в сфере обслуживания города. То есть у него где-то 4,5 тысячи домов. Это рекорд вообще даже по всей стране. Это очень серьезный объем. Как будет, вот я перед выборами говорил, что, ну, все-таки надо думать, как помогать людям, да? Это сделать дзивок, липышник, бедри, ибо, да? Это какая-то помочь им логистикой, да? Ну, потому что, если там они сами не могут разобраться со своим жилым хозяйством, ну, Реческая дума как-то должна, ну, прийти на помощь. Ну, будет ли это, не будет, поживем, увидим. Ну, все-таки то, что я изучил до выборов, да, что вот состройка советского времени система инженерных систем уже пришла уже к концу в этот момент. Ну, что касается самых конструкций, то каждая серия отличается. Ну, примерно еще там 10 лет осталось. Но что-то делать надо до сих пор. Мы уже видим, сколько швов на стенах домов советской постройки, где видно, что там уже что-то, уже настолько, что это уже, может быть, один момент критичный. Да. Вот еще на этой неделе, если мы обсуждаем события недели, такое, я бы сказал, знаменательное событие было. Алдис Гобземс все-таки вывел определенное количество людей на улице возле памятника свободы. Одни говорят, что там 200-300 человек, что это есть, это очень мало. Но с учетом того, если мы вспомним историю, когда у нас пикеты обычно собирались 10, 15, 100 человек, это уже очень много, может быть, это и неплохой результат. Вы вообще верите вот в это, не знаю, такое протестное движение, или вы уже к этому относитесь скептически? Что касается Алдиса Гобземса, то я позитивно отношусь к тому, что есть человек, который вообще говорит. Что касается его способности создать серьезную партию за какой-то промежуток времени, к этому вопросу я как раз отношусь не очень оптимистично. Почему? Это вообще сложный процесс, да? Потому что многие многие не представляют. Это очень сложный процесс по двум причинам. Первая причина то, что уже обозначились партии, которые получают гарантированное госфинансирование. Это, во-первых, это очень большое преимущество. Уже сразу, да. И второй момент, где найти кадры, которые тебя, когда ты уже войдешь в семь, как было с партией Каминша, там уже начинается какое-то разложение, предательство и так далее, и тому подобное. Я опять-таки могу только со своей стороны сказать, я сознательно в прошлом году, в сентябре, вступил в Латвий земные кусовьи, и я к таким новым проектам сейчас уже начинаю относиться очень скептично. То есть все-таки и люди, избиратели тоже за эти годы что-то поняли. И я так понимаю, что к новым проектам уже нет такого ажиотажа, как еще было раньше, когда, помните, там Рэпши на белом коне, и сразу он побеждал на выбор. А сейчас уже сложно, да, вот новой партии сразу победить. Ну это, понимаете, если даже вас выберут, да, вы же, ну не спишите госдолг сразу, да, вы не сделаете это, это, да. И набрать такую команду людей, которые могут, ну, выиграть в выборах или сделать достойную коалицию так быстро. Ну, пусть им, ну, любой человек, который что-то делает, если у него благие намерения, я всегда желаю ему успеха, да, пусть и даже, ну, кажется мне это достаточно невозможно, но пусть Алдес Гобзенс попробует, может быть, у него получится. Да, давайте примем звонки, одевайте, пожалуйста, наушники, может быть, как раз и об этом тоже будет звонок. Добрый день, слушаю вас, да, пожалуйста. Добрый день. Да. Такой вопрос. Вы знаете, вот много партий, много слов, а доходит вопрос выборов, голосования, и каждый избиратель понимает, что голосовать не за кого. Абсолютно. То есть это идет сплошная, во-первых, одни и те же люди, во-вторых, правильно вы сказали, все понимают, что если пройдут одна, две, три маленькие партии, которые, у них нет потенциала, чтобы создать грамотное правительство. Поэтому у меня вопрос, как вы думаете, а может необходимо, я не знаю, в каком порядке это сделать, просто перейти к двупартийной системе, все, точка, две партии, американский вариант. И вот они между собой, у одних потенциал большой, очень большой, и во-вторых, они к имитральному могут быть противоположные. И никаких вопросов, абсолютно. Дебаты доказывают. Но все понимаем, мы понимаем, избиратели, что в одной партии потенциал большой, и во второй потенциал большой. И вот они, и, соответственно, будет с кого спросить. Спасибо, да. Вот, кстати, время заходили дискуссии, я помню, двухпартийной системе, еще когда согласие было в фаворе, я помню, были дебаты в парламенте позапошлого, по-моему, созыва, и кто-то, говорю о том, выходили на трибуну и говорили, ну вот, видите, будет единство и согласие, и достаточно. До этого говорили, там, не знаю, народная партия, где она сейчас, да, и еще какая-то партия левая и правая, и достаточно. Вообще это реально в наших латвийских условиях, и вообще с учетом латвийской такой традиции многопартийности? Нереально, потому что никто не может запретить любому человеку создать партию, участвовать в выборах. Тогда надо менять закон, да? Нет, ну в Америке же тоже нет только двух партий. Вопрос, что у них шансов нет, у них вся система избирательная построена так, что они не могут никогда пробиться, да? Поэтому две партии, хотя на самом деле там много партий, кто о них знает, да? Так что, ну у них зато есть представительство в Сенате, в Конгрессе, да? Это есть вот то локальное уже избирательство человека, который приходит с какого-то штата. Вот интересно, мы сейчас можем вообще, наверное, говорить о каком-то определенном кризисе доверия к власти. Мы знаем, что рейтинг правительства и Сейма традиционно очень низкий, да? Но вот сейчас мы видим, что этот кризис усугубляется. Вот только что пришла новость о том, что независимый депутат Сейма, которая, кстати, была избрана от КПВ ЛВ, как раз от партии Каминча, Линда Лепеня подала заявление, она хочет сложить мандат, ей все надоело. И она называет, там еще не обнародно, она сказала, что у нее по меньшей мере есть 13 причин, почему она не хочет больше быть депутатом. Это, наверное, какой-то редкий случай, но это ведь о чем-то свидетельствует. Сам человек отказывается дальше быть депутатом парламента и служить народу. Мне трудно говорить мотивацией, потому что если уж тебя избрали, то надо быть до конца. С другой стороны, я понимаю, женщину, может быть, действительно это надоело, что она видит, что ничего изменить нельзя. Ну, я думаю, что все-таки, если тебя избрали, то тогда уже быть там до конца. Да, еще один звонок, наверное, примем. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Любая партия, это, в принципе, как кот в мешке. Не ясно, кто там, чего есть, их образование, где-то. Может, вообще, надо партии запретить и, значит, управлять страной. Ну, вот только люди, во-первых, в мешком образовании вообще, ну, как бы, больше это касается. То есть сделать не выборную систему, а сделать учебное заведение, чтобы там обучали персонал, как управлять, ну, чтобы нигде этому вообще нигде не учат. И чтобы там люди были, как бы, научной сферы, понимаете. Да. Тоже хороший вопрос. Наверное, тоже время от времени возникает дискуссия. Не пора ли в Латвии перейти на президентскую форму управления и больше полномочий отдавать главе государства. Потом есть идея проводить выборы по такой системе, когда половина по домандатным округам, половина по спискам. Как вообще относитесь к какой-то реформе политической системы? Или вы думаете, что это не панацея? Я могу высказать прогноз. Когда деньги кончатся, может уже не до того быть. И если что, что-то глобальное и потрясение будет, тогда в Латвии надо думать, как управлять своей страной. Это очень важно сейчас осознавать, что пока деньги есть, мы можем тут беседовать о чём-то. Когда они уже закончатся, или кризис будет очень серьёзный, возможно, какой-то переходный период наступит. И я с таким большим удивлением смотрю, как сознательно правительство всё время делает то, чтобы злить народ. Ну, есть же вещи, которые можно не делать, но она сознательно это делает. И я как-то чувствую, что подходит к какому-то часу X, что это вот то, к чему мы привыкли, может и поменяться так, что мало не покажется. Конечно, чисто теоретически я сторонник смешанной выборной системы. Я считаю, что должны быть адмандатные округа, где всё-таки человек должен быть близко к своему избирателю. Это регион, он от этого региона избирается, он отвечает, и его можно отозвать. Да, есть партийные списки. Мне кажется, что такая система для Латвии была бы более понятна, потому что всё, что связано с этой системой, мы видим, что человек через партию пробиться не может. Это первый уже момент, первая преграда. И если его даже избрали, он стал депутатом, есть коалиционный совет, который решает все вопросы. В принципе, там уже до избирателя, который проголосовал за кого-то, очень длинный путь. Никто уже ни за что не отвечает. Но мне такое говорю, опять-таки, я сделаю прогноз, что за следующие полгода мы можем дойти до такой ситуации, что вот всё, к чему мы привыкли, может так поменяться. Но это в основном с пандемией вы связываете. В том числе с пандемией и в том числе с тотальным уменьшением доходов населения. Да. Вот это то, о чём мы говорили с самого начала, что фактически получается, с одной стороны, эпидемиологи тревожатся за этот рост заболеваемости, просят вводить те иные ограничения. С другой стороны, власть уже чувствует, что больше они, видимо, не могут запереть страну. И они готовы рисковать, может быть, так нельзя говорить, но, в принципе, они готовы рисковать каким-то большим количеством заражённых, но полностью не убивать экономику. Да, вот пытаются найти этот баланс. Я так подозреваю, что это совсем не так просто. Я вам только один пример приведу. Смотрите, в этой ситуации, когда кризис, выходит какая-то идея взорвать посол, слышно, это Ибисцентрс, бывшее издание ЦК, и строить на месте его концертный зал. Я понимаю, когда денег много, огромные возможности, ты можешь делать всё, что хочешь. Это как один пример, я говорю. И вот таких примеров всё время, всё время новые, новые, новые. И тюрьма. При всём уважении, я не знаю, в тюрьме и концертному залу, ну разве сейчас это время вообще? Я иногда думаю, зачем они так делают? У меня нет другого ответа, что приближается что-то, чтобы разозлить народ до такой степени? Ну, я говорю, я не знаю, какие могут быть этому последствия. Смотрите, сейчас октябрь месяц, у многих кончаются те же кредитные каникулы, которые банки давали, когда началась пандемия. Сейчас же опять надо будет их отдавать. А что же поменялось в экономике с того времени? Что улучшилось у этих людей, которые эти кредитные каникулы брали? Это правда, да. Вот сейчас, как мы знаем, списали уже долги. Вот часть тех, кто набирал кредиты. Ну, это другие долги. Это долги 8-го, 9-го. Это разница между кредитным и остаточной стоимость недвижимости. Недвижимость, да. Поэтому не нужно думать, что какую-то невероятную благодать и благотворительность проявили к этим людям. Я так понимаю, те, кто давал кредиты, они, в общем-то, не пострадали. Нет. У них были залоги, они все свое получили и вернули. Да, конечно. Хорошо. Вот так, чтобы не получилось, что мы на очень пессимистической ноте заканчиваем наш разговор все-таки. Как вам представляется, есть какие-то все-таки позитивные моменты? Потому что, как это не банально звучит, ведь что говорят многие теоретики? Что кризис, или вот можно поучиться, наверное, у китайцев, которые говорят, что кризис – это как раз новые возможности. Есть у нас сейчас какие-то новые возможности вообще, в принципе? Новые возможности есть у тех, у которых есть деньги. Как это не банально звучит? Смотрите, возьмем ситуацию с гостиницами Риги. Ну, конкретный пример. У них же никто там не уменьшил налог на недвижимость. А что это означает? Если доходов нет, ты не платишь Рижской думе налог на недвижимость. Что делает Рижская дума? Или может делать? Рано или поздно. Подать в суд. Да. Ну, взыскание. Да, в суд, делая свое решение, и куда уходит дальше? К судебному исполнителю. Потом уже есть аукцион. И кто-то, у кого есть деньги, конечно, за первую сумму, если конкурентов нет, эту недвижимость гостиничная может скупить. Вот у кого есть большие возможности. Какие возможности у среднего обывателя? Ну, вот с этим кризисом. Ну, я сразу себя не представляю даже. Какое-то... Ну, что, он не будет платить коммунальные услуги? Да. Он не будет платить налоги? Фактически это просто продлить долги. Даже кредитные каникулы, все же ему приказы. Понимаешь, что это просто отсрочка этого смертного приговора. Потом придется платить вдвойне. Текущие налоги, правильно, я понимаю. И те, что были отложены. Конечно, я представляю еще такую ситуацию, и что в массе начинают люди не платить. Ну, что тогда будет, я не знаю. Тогда уже это вопрос бюджета, да, и всей этой системы, которой мы привыкли, как она будет дальше жить. Ну, да. Ну, фактически, да, люди могут не платить только те налоги, которые как бы невозможно скрыть, которые все равно придется платить. Да, вот за недвижимость, акциз и так далее. Ну, посмотрим, конечно. Будем надеяться, что в такой драматической ситуации дело не дойдет. И Гресс Мэй у нас был сегодня в студии. Большое спасибо.